Всем привет! С вами канал Котч Ченнел и в этом выпуске я сделаю обзор грузовика ЗИЛ-157. Обзор начну с вида из кабины от первого лица. Очень чувствительное управление здесь. Итак, мы видим шкалы, приборную панель, здесь разные шкалы, масло, бензин, спидометр, с правой стороны тахометр или что-то еще, да, тахометр. Так, давайте вернемся в кабину. Значит, у нас есть три педали, такой вот коврик с какими-то красными штучками, коробка передач непосредственно, вот такая вот. И в правую сторону, к сожалению, я не могу посмотреть на пассажирское место, чтобы так рассмотреть. Как всегда, какие-то надписи на алюминиевых этих досточках, буду называть их там, левое зеркало, правое зеркало, защита, вот, давайте вернемся обратно к внешнему виду, защита фар, вот есть установлено, вот такой вот большой наш грузовик, ЗИЛ-157. Вот так вот он медленно у нас заводится. Давайте посмотрим, какие аддоны есть. Сейчас еще в настройки зайду, посмотрю, звук я уменьшил, все отлично. Давайте вперед сдадим немножко. И смотрим, какие аддоны можно установить на данный грузовик. Их очень много мы видим. Если сделать вот это вот, что недоступно, установить сцепку, и можно это будет установить, давайте пробежимся по вот этим, что недоступно. Прицеп цистерна. Вот такая вот она большая. Бортовой прицеп, он нам даст ремонтные очки. И еще бензобак, куда можно, куда можно будет налить бензин. Запасное колесо даст нам ремонтные очки. Еще топливный бак, как обычно, он дополнительный бак. Пишется, что недоступно сейчас в этом моду. Яркие маячки. И непосредственно последний вот рецепт роспуска. Вот так вот выглядит. Далее, тележка-фургон, сервисная тележка, портовая платформа, платформа лесовоза. Передний глушитель. Передний глушитель, я думаю, что нам не понадобится. Кунт МТО-АТЭ. Вот, это в то время как раз такие будки и на нем были. Вот на такой будке и мы покатаемся. Что он нам дает? 800 ремонтных очков. Итак, поехали. Немножко расскажу о самом ЗИЛе. Теперь, сейчас я перейду в вид от первого лица. Есть диктат. К сожалению, у водителя у нас нету за рулем. Руль у нас не пунктится. Другой, поворачиваю, только колеса. Колесная база 6х6. Сейчас у меня выпуска на пункт. Полный период будет решать. Итак, поехали. Начали его уже пускать с 58-го года. И за год, и он за первым годом. Выпускался 3-й года. Выпускался удач. А было выпущено 800 ремонтных цепляров данного автомобиля. Продолжение на пунктах. У него есть несколько названий, которые в народе. Народных несколько названий. Матископии, наверное, все тяжело управляются. Четыре названия. Это «Мармо». Самое известное название – это «Полун» и «Круба». Вот такой вот «Мармо». Очень советское время был популярен. Это «Полун» и «Полун» и «Полун». Повышенные проходили без снега. Коробка передачи на изне беленькая. Двигатель на 100-гетоводе. Максимальную скорость с грузом он развивал до 60-ти километров. Сейчас. Топливный бак основной на 150 литров и дополнительный можно было оставить на 65 литров. Вес грузовика 5,5-6 тонн, грузоподъемность в зависимости от вида грунта составляет от 2,5 до 4,5 тонн. Коробка передач, пенческое перечитание, хроническая, естественно. И данный грузовик еще часто использовался в колхозах и из-за промколхозах. Из-за того, что у него тонкая вот такая вот кабина и из-за его проходимости. В армии очень нравился данный грузовик. Из-за того, что он рос в ремонте и очень надежный. Естественно, со временем уже были луна. А так, военные атомы билетов еще до сих пор служат в армии. В основном это были воздушные силы, если я не ошибаюсь. Для ВС использовали данный грузовик. Давайте включим дифференциалы и посмотрим, как изменится наше управление. До встречи. Ну, у насeker наok yern sukii. Мы с вами видим, куртчок грузовик. ОтменЯ нахуй, в окружающих, в окружающих, заканчиваются негативные злопы. И защищаются восп puòствия. Этран- dein Cocktail грузовик. Просто медлян я ничего слушаю. На праве стоимости с рукой именно. Ещё за этот действительный драйвер. Уровень объятий, находящий максимальный уровень. Это же стоимость второго точка. Все какие-то, которые набирают бельги, сфинозимы, заставляют наше множество деревьев, то есть, что там все будет хорошо. Мы видим, что здесь находится. Очень классно. Вот сигнал. Все на лобочке сливается. Ничего не изменяется. Таким образом, мы можем встретиться с лобкой. Ну ладно, не водится. Откроем тут все. Мы вернемся к обычному виду. К обычному виду мы вернемся. Куда нам можно поехать. Нам нужно возвращаться назад. У нас будет к озеру покататься. Так что и сделаем. Проверим его. Искатаем на воде. Поехали. Жаль, что разработчики данного мода не рассмотрели варианты установки разных видов колес. Потому что это довольно интересно. Здесь есть шоссеные колеса. Колеса без дорожья. Но это стандартные такие армейские колеса. Можно по дорогам и ездить. Можно сказать, если правильно вырезаться без проблем. на воду. Поездим через воду. Через это озеро. Реку. Она очень глубокая. Здесь я неоднократно. Я ее на самом деле не допил. Но мне эта возможность уже не предоставится. Так как я перекинул наш грузовой автомобиль. К сожалению. Выводы очень хорошие. Очень проходимые. Действительно своих отзывов он заслуживает. И здесь будет заглох. Мне главное вот. Или заглох. Где же наша лепёдка? Ага. Где мы можем прицепиться к лепёдке? Наш автонгель не заглох. Мы еще должны подняться. Теперь. Сейчас будем делать невероятно. Ага. Жаль. Очень жаль. Завестись мы уже не можем вроде бы. Ну-ка сейчас попробуем завестись еще. Заводимся. 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 Давай лепёдкой лепёдкой. Ну что ж лепёдка. Сразу перешает работать. Давайте еще помучаемся. А вдруг получится. Двигатель заглох. И так заглох. Уже окончательно заглох. Да. Окончательно грузовик положил. Двигатель не работает. И на этом моменте буду завершать свой тест-драйв. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока.